Добрый вечер! Вы смотрите выпуск новостей в эфире телеканала Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Начнем с главных тем. Барнаульцы стали чаще посещать травмпункты. Причина – травма из-за гололеда. В среднем в день к медикам обращаются с жалобами более 30 человек. Очень скользко на улице, на самом деле. Местами просто невозможно ходить. Просто каток. Но справляемся, но пытаемся более осторожнее идти и выбираем место, куда наступать. 27 января вся страна отметит 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне губернатор региона Виктор Томенко пообщался с людьми, которые пережили ужасы того времени. Нужно всегда помнить ту цену, которую заплатили жители Ленинграда, все советские люди за победу в той войне. По всей стране завершается подготовка к мартовским выборам президента. Как можно будет проголосовать в Алтайском крае, рассказали в региональном избиркоме, в том числе и о механизме «Мобильный избиратель». И могут воспользоваться те, кто будет в командировке в момент голосования. «Может подать заявление с 29 января в любую территориальную избирательную комиссию, в любом субъекте Российской Федерации. В дальнейшем к этой работе присоединятся участковые избирательные комиссии на более позднем периоде, в любой МФЦ». Осторожно, скользкий тротуар. В Барнауле участились случаи обращения в травмпункт из-за гололеда, образовавшегося в результате переменчивой погоды. Только за неделю к травматологам обратились 228 человек. Стационар госпитализировали 34 человека. Что делать, чтобы защитить себя от травм? Смотрите в нашем материале. Передвигаться по заледенелому городу у барнаульцев получается с трудом. К мини-катастрофе привела переменчивая погода. Зимний дождь сменялся морозами. К последствиям жители города готовы не были. «У меня знакомый упал вот этим, этой зимой. Я вообще руку вот так сломал, что у него прямо аж несколько этих… Ну просто видите, еще зима такая. Потому что таких зим не часто бывает, чтобы вот так вот все растаяло, потом раз, опять выпал снег и опять снова растаяло». «Скользко достаточно ходить по лестницам в основном, которые вот тут в парке недалеко, переход очень скользко. Спускаться по горочкам тоже тяжело». «Очень скользко на улице на самом деле. Местами просто невозможно ходить. Просто каток. Но справляемся, но пытаемся более осторожнее идти и выбираем место, куда наступать. Ну и смотрим под ноги прежде всего». «Любое неправильное движение, потеря равновесия и человек падает. В лучшем случае можно отделаться синяком. А иногда бывают травмы серьезнее. Особенно это касается пожилых людей. Галина Трифонова попала в травматологию со сломанной рукой, поскользнувшись на ровном месте. «Знаете, на ровном месте. Было очень скользко. Да еще шел дождь. Я упала и сломала руку левую. А здесь я появилась сегодня. Мне сказали, в понедельник, 15 числа я вызвала скорую помощь. Меня увезли в больницу БСМП-2. Сделали гипс, наложили и сказали, что через неделю нужно сделать контрольные снимки, наверное, чтобы посмотрели». Чаще всего поскальзываются во дворах, на участках, отшлифованных автомобильными шинами и на тротуарах. Молодые люди получают вывихи. Среди пожилых печально популярны переломы тазобедренных суставов. Врачи рекомендуют правильно вести себя на скользких поверхностях и не спешить при ходьбе. «Руки должны находиться вне карманах, чтобы иметь какой-то баланс при падении. Для пожилых это непосредственно передвигаться при помощи трости, иметь какие-то дополнительные, вспомогательные, так скажем, средства, чтобы удержаться на тонком льду». Чаще всего во время прогулки подводит скользящая подошва, и правильная обувь может предотвратить падение. Противоскользящих вариантов существует много – от рельефной до шипованной подошвы. «Самая безопасная подошва все-таки, когда мы выбираем шипы. Шипы обладают более-менее антискользящим эффектом. Дальше существует еще много видов подошв, но все-таки считается самая безопасная подошва – это резиновая». Однако главная рекомендация экспертов – не надеяться на обувь, а аккуратнее вести себя при гололеде. И самое главное – сохранять равновесие, чтобы не оказаться в травмпункте. В ближайшее время плюсовых температур синоптики не прогнозируют. Однако главная рекомендация экспертов – не надеяться на обувь, а аккуратнее вести себя при гололёде. И самое главное – сохранять равновесие, чтобы не оказаться в травмпункте. В ближайшее время плюсовых температур синоптики не прогнозируют, однако ожидаются осадки. Снег припорошит лёд, и он станет ещё коварнее. Поэтому барнаульцам и дальше придётся хорошенько задумываться, прежде чем сделать шаг. Яна Аксёнова, Марина Семичева, Сергей Балуев. Новости. 27 января вся страна отметит 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне губернатор региона Виктор Томенко пообщался с людьми, которые пережили ужасы того времени, и вручил им награды от правительства Санкт-Петербурга в честь памятной даты. Мы должны всегда помнить ту цену, которую заплатили жители Ленинграда, все советские люди за победу в той войне. Сколько бы лет ни прошло, 8 или 80, 280 будет, я убеждён. И, по крайней мере, мы с вами всё сделаем для того, чтобы память передавалась из поколения в поколение, чтобы это было обязательно. Награждённые активисты Краевой общественной организации жители блокадного Ленинграда. Женщины увековечивают и передают память о событиях военных лет. Председатель Светлана Ирыгина поблагодарила правительство региона за поддержку и отметила, что сейчас по краю участников организации осталось 130. Когда же начинали работу, было 630. Вы знаете, вот один бы человек, даже у меня идей много, у меня даже вперёд идеи есть. Но дело в том, один человек бы ничего не сделал, а только вместе с соцзащитой, с администрацией, и у нас работа идёт. После награждения жительницы Барнаула вместе с Виктором Томенко посетили концертную программу «Непокорённый Ленинград», которая прошла в Государственной филармонии Алтайского края. С неё начинается череда памятных мероприятий в регионе. Губернатор поприветствовал награждённых в зале. Люди и сегодня, через 80 лет, выполняют свою миссию, которую на них возложила сама судьба. Они и сегодня живые свидетели той истории. Да, ещё будучи маленькими детьми совсем, и кто-то прожил там это время, кто-то был эвакуирован на большую землю, в том числе в Алтайский край. Но эта связь с Ленинградом, эти воспоминания, пересказанные уже своими старшими немножко, родителями, родственниками старшими, они все доходят до нас, как говорится, из поколения в поколение. Песню свою, слушай Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Продолжаем выпуск. Выборы президента Российской Федерации состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Подготовительный период уже завершается. О том, как можно будет проголосовать в Алтайском крае, рассказала на пресс-конференции председатель края избиркома Ирина Акимова. По данным на 1 января в крае зарегистрировано более 1 756 тысяч избирателей. Они смогут проголосовать на выборах главы государства несколькими способами. Традиционно заполнив бюллетень на избирательном участке, а также можно воспользоваться механизмом мобильный избиратель, если вы будете находиться, например, в командировке вдали от своей участковой избирательной комиссии. Может подать заявление с 29 января в любую территориальную избирательную комиссию, в любом субъекте Российской Федерации, в дальнейшем к этой работе присоединятся участковые избирательные комиссии на более позднем периоде, в любой МФЦ, наконец, через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг и выбрать для себя любой удобный для него участок для голосования по тому его месту нахождения, где он будет находиться в период 15, 16 и 17 марта. Также голосование будет организовано в местах временного пребывания граждан, в санаториях, больницах и следственном изоляторе номер один в Барнауле. Однако прогресс не стоит на месте и все большую популярность у избирателей приобретает дистанционное электронное голосование. Этим форматом волеизъявления жители края уже воспользовались на выборах главы региона. При проведении выборов губернатора Алтайского края свыше 111 тысяч жителей Алтайского края воспользовались такой опцией. На дистанционном электронном голосовании явка на выборах губернатора Алтайского края составила практически 90%. Всего 28 регионов России получили право использовать дистанционное электронное голосование. Алтайский край в их числе. Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо подать заявление на портале Госуслуг в период с 29 января по 11 марта включительно. Серию пожаров сегодня ликвидировали сотрудники МЧС в Алтайском крае. Возгорание – часть пожарно-тактических учений. Спасатели работали на нескольких объектах. Целью тренировки было наладить взаимодействие во время ЧП в многоэтажках. Так, одно из условных возгораний произошло в 16-этажном жилом доме по улице Глушкова в Барнауле. Согласно легенде, в результате короткого замыкания электропроводки пожар начался в холле на самом верхнем этаже здания. Как только сигнал о срабатывании датчика автоматической пожарной сигнализации поступил на пульт дежурного, представители администрации сообщили о возгорании на центральный пункт пожарной связи. Затем эвакуировали людей. Огонь распространялся по холлу. В здании на момент происшествия было 50 человек. Двоих из них пришлось спасать в экстремальных обстоятельствах. Участие принимало 8 основных автомобилей, 4 специальных автомобиля, 54 человека личного состава. Цели и задачи выполнены. Продолжаем выпуск. Новая операционная открылась в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи номер 2 в Барнауле. Благодаря современному медицинскому оборудованию здесь будут делать более 2000 операций в год. История эта началась после визита в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи номер 2 губернатора Виктора Томенко. На встрече с коллективом и прозвучала просьба помочь открыть новую операционную в отделении коллапрактологии. Это снизило бы нагрузку на операционное и хирургическое отделение больницы, улучшило бы условия и для сотрудников, и для пациентов. И самая большая проблема была, помимо кадровой, о чем я тоже хочу сказать, это узкое место было до наличия операционных. Допустим, в том, где мы работали на втором этаже в общем операционном блоке, на три полноценных отделения было всего четыре операционных. Учитывая, что мы и экстренную помощь оказываем, и плановую, это было узкое место. То есть больше 40-50 операций в сутки мы выполнять не могли физически. С появлением новой операционной мы теперь сможем увеличить количество операций. И не до 10 в день, а я думаю на 20-25 мы можем увеличить. По распоряжению Виктора Томенко на капитальный ремонт операционной коллапрактологического отделения из краевого бюджета было выделено 14 миллионов рублей. По словам главного врача Александра Берестенникова, новая операционная помогает решать и кадровую проблему. Молодые специалисты сегодня работают здесь на самом современном оборудовании и в условиях, которые есть не во всех региональных больницах страны. Очень важно, когда пациент испытывает напряжение, волнение перед операцией, попадает в современную красивую операционную, увидит уверенные лица врачей, медсестер. Это уже вызывает спокойствие в нем, это вызывает чувство доверия к медицине. Ну и в целом такая современная медицина, это вызывает, поднимает престиж профессии, это позволяет доверие к медицинской профессии, позволяет привлечь, скажем, молодые кадры в ту же нашу нелегкую специальность. Кроме всего прочего, все передвижения пациентов до операционной будут теперь на одном этаже, а это удобнее и пациенту, и сотрудникам. Кстати, больные уже смогли это оценить. Сегодня я в 10 часов прооперировалась, и когда меня увезли в операционную, делал Шаляпин Игорь, Дмитрий Игоревич, так как он меня принимал. И когда через полчаса я глаза открыла и говорю, что скоро операция, они мне говорят, что вас уже в палату мы возвращаем, я не поверила глазам. Большинство пациентов в отделении коллапрактологии – мужчины работоспособного возраста. Новое оборудование и современные методы лечения помогают пациентам краевой клинической больницы раньше встать на ноги. Время после операционной реабилитации сокращается практически в 2-3 раза. Владимир Токмаков, Анатолий Фукс, Новости. Первый за несколько лет чемпионат края по бильярду прошел в Барнауле. Это первое крупное событие, которое организовала возродившаяся региональная федерация этого вида спорта. Кто победил, расскажет Вадим Слюсарев. Бильярд практически перестал существовать в нашем регионе как вид спорта, но с возрождением федерации получил новый виток развития. Один из серьезных шагов – первый за несколько лет чемпионат края. В нем приняли участие 24 спортсмена из Барнаула, Рубцовска, Бийска, Белокурихи и Новоалтайска. Они сыграли в абсолютном зачете, то есть соревновались вне зависимости от возраста. Люди сейчас узнают о том, что открылся новый клуб, о том, что есть федерация, о том, что проходят тренировки в таком формате, в таком просторном зале. И люди интересуются. Люди звонят, приходят, приходят с ребятишками посмотреть, как по росту они подходят, не подходят. Но интересуются люди. То есть мы считаем, что со временем должно бильярдный спорт в Алтайском крае все-таки развиваться. Бильярд недаром называют шахматами в движении. Кроме того, что нужно забить шар в лузу, игроку необходимо контролировать дальнейшее движение снарядов на всем столе. На краевом чемпионате игры проходили по правилам комбинированной пирамиды, когда есть определенный шар, по которому нужно бить. Нужно ждать от себя победы хорошей игры. Не играешь с соперником, играешь сам собой, со своими шарами. То есть игроки все очень высокого уровня, особенно молодое поколение, они растут очень быстро, очень быстро учатся. Поэтому нам уже приходится держать себя в форме и не отставать. Победителем турнира стал Саркиззе Кивосян. По результатам соревнований сформирована сборная края. Она представит регион на чемпионате Сибири, который пройдет с 26 января в Кемерове. Вадим Слюсарев, Дмитрий Козерлыга. Новости. Это были главные новости сегодняшнего дня. Спасибо, что провели его с телеканалом Катунь-24. С вами был Егор Матаев. До встречи в эфире завтра утром.